Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Внизу можно было прочитать подстрочный перевод. Так появился феномен трофейного кино. Этот фильм взят в качестве трофея после разгрома советской армии немецко-фашистских войск под Берлином в 1945 году. Так впервые на советские экраны попали венгерка Марик Орёк, шведка Цара Леандр и чешка Лида Баарова, кинодивы Третьего Рейха. Совсем недавно открытки с их фотографиями украшали стены блиндажей и комнат надзирателей в концлагерях. Их песни звучали по радио в каждой немецкой семье. Их красота сводила с ума. Они блистали на кинопремьерах и светских приемах. Формула «фюрер думает за нас» освобождала от угрызений совести многих. Они не участвовали в грязной политике и грязной войне. Они были богинями. Но их Олимп был украшен свастикой и обнесен колючей проволокой. 24 апреля 1935 года в Берлине состоялось торжественное открытие Международного кинофестиваля. 2000 гостей и участников из 40 стран. На открытии премьеры эпохального фильма Лени Рифеншталь «Триумф воли». Эта воля только начинает подчинять себе все и вся. Для нее кино – лакомый кусочек массовой пропаганды. Правда, пока еще публика в кинотеатрах освистывает немецкие фильмы. Министру внутренних дел Вильгельму Фрику даже приходится издать специальное предупреждение об изменчивом поведении кинозрителя. Но уже два года немецкая киноиндустрия подчиняется Имперской палате культуры. В Германии открыты 3800 кинотеатров. Производство развлекательного кино объявляется одной из государственных задач. Не менее важной государственной задачей является освобождение священной немецкой земли от лиц неарийского происхождения. Евреи, актеры и режиссеры, спасаясь, эмигрируют из страны. Но Германии нужны звезды, причем иностранные, как в Голливуде. Тогда немецкое кино завоюет весь мир. Мощная поддержка кинематографа правительством национал-социалистов должна сделать его самым массовым и действенным оружием 20 века. Абсолютную точность попадания в цель должны обеспечить самые красивые актрисы. И машина заработала. В 1934 году немецкий киноконцерн «Уфа» приглашает юную красавицу-чешку Лиду Баарову. Работа в Германии означала карьерные взлеты, славу, по крайней мере, европейскую, а то и мировую. 20-летняя Людмила Бабкова, теперь Лида Баарова, подписала контракт и переехала в Берлин. На съемки ее первого фильма «Баркарола», где она играла красавицу-венецианку, пришел сам Гитлер. Его поразила красота актрисы и не смутило ее славянское происхождение. Лида получила приглашение от фюрера на чай. Первый шаг к Олимпу был сделан. Сразу после съемок партнер по фильму «Герой-любовник» известный актер Густав Фрёлих объяснился Лиде в любви и предложил жить вместе. Для этого он снял виллу под Берлином на острове Шваненвердер с теннисным кортом, бассейном и причалом для яхт. Лида переехала к Фрёлиху. Второй шаг, от которого отказаться невозможно. За три года Барова играет главные роли в десяти фильмах. Поэтому, когда Лида получила предложение из Голливуда, она, конечно, отказалась, о чем потом будет много и горько жалеть. Барова считала, что в Голливуде могла бы затмить саму Марлен Дитрих. Но затмение нашло на нее само. Она влюбилась. Лида Барова влюбилась в министра пропаганды и народного просвещения доктора Пауля Йозефа Геббельса. Они оказались соседями на том самом острове с причалом и кортом. Геббельс присылал розы, часто звонил по телефону, приглашал в свой загородный дом. Георгий, Георгий. Устраивал сцены, выслеживая Лиду, когда она выезжала сама за рулем. Жена Геббельса, Магда, поняв, что Барова не просто очередная интрижка ее любвеобильного мужа, пригласила Лиду в дом Геббельсов и провела унизительный, но блестяще выстроенный разговор. Лида Барова была абсолютно выбита из колеи. Она не могла продолжать встречаться с Геббельсом. Она не могла с ним расстаться. Геббельс пошел ва-банк. Он просил у своей жены Магды, которая ждала четвертого ребенка, развод, а у фюрера отставки и разрешения уехать вместе с Лидой в Азию или Южную Америку. Геббельс часто звонил мне. Представляясь прислуги, как господин Мюллер, приглашал меня на виллу. И эти приглашения все чаще стали звучать, как приказы. Я вставала в 6 утра, возвращалась домой вечером, но когда у него было время и настроение, он приказывал мне приехать. И я садилась за руль и ехала через снег и метель 40 километров к нему на озеро. Это была роковая любовь в прямом смысле слова. 18 октября 1938 года Геббельс попытался покончить жизнь самоубийством. Барова оказалась на грани нервного срыва. Ее фильм с говорящим названием «Прусская любовная история» запрещен к показу. Гестапо обыскивает квартиру Лиды и сжигает все письма и фотографии, которые могут скомпрометировать рейхсминистра или самого фюрера. Несколько дней Лида Барова находится под домашним арестом. Ждет звонка от Геббельса. Больше нет необходимости называться Мюллером. Йозеф всевластен, он все устроит, он не может предать. Но Геббельса нет в Берлине. По вызову фюрера он выезжает в Бергхоф, резиденцию Гитлера под Мюнхеном. Там же находится Магда, которая добивается от мужа слов раскаяния, а от Гитлера приказа о том, что чешская гражданка Лида Барова отныне не имеет права пересекать границу Третьего Рейха. Ночью Лиду сажают в поезд Берлин-Прага. Геббельс на вокзале не появляется. Осень 1938 года. Лиде Баровой только что исполнилось 24 года. Для киностудии Уфа исчезновение Баровой было небольшой потерей. В то же самое время Марика Рёк заставляла умиленно всхлипывать зрителей майской ночи и ахать при каждом шпагате. Другая богиня Салимпа немецкого кинематографа, Сара Леандр, снимала сразу в двух фильмах «Родина» и «Чернобурка». Машина, запущенная Геббельсом, работала без перебоя. Цара Леандр совсем не подходила под стереотип истинной Орики. Ширококосная, высокая, с ярко-рыжими волосами, крупными чертами лица и царственно-дерзкими манерами, она настолько отличалась от всех, что казалась инопланетянкой. Её низкий чувственный контральта и магическая красота заставили даже страдающего от любви к Лиде Баровой Геббельса признать, что он сначала недооценивал цару. Геббельс назвал её врагом Германии, когда узнал, какой она запросила гонорар по контракту, да ещё половину в шведских кронах. Но потом понял – Леандр – лучшая лошадь в его конюшне. Когда она появлялась на экране, никто уже не мог отвести от неё взгляд. А главная задача кинематографа по Геббельсу была развлекать, правильнее – отвлекать. Немцы должны, приходя в кино, правильно веселиться, отчего нужно отвлекаться и коллективно восторгаться, становиться одинаковыми. А непохожая на них цара должна воплощать их порочные мечты. Кроме того, фильмы с царой Леандр получили международное признание и приносили большой доход. После отказа Марлен Дитрих вернуться из Голливуда, место суперзвезды в Германии было вакантным. Цара Леандр подходила на него как нельзя лучше. Ей было уже почти 30. В Швеции она выступала в мюзиклах и оперетах, записала несколько сольных пластинок и уже была звездой скандинавского кино. Немецкие выучила в Риге, дважды побывала замужем и имела двоих детей. До подписания контракта со студией Уфа цара пела в кабаре в Стокгольме о том, как страшно оказаться в тени черного сапога. В нейтральной Швеции ей рукоплескали антифашистски настроенные друзья. Теперь, в 36-м, за 200 тысяч рейхсмарок она играла роль страдающей англичанки, готовая сесть в тюрьму за неверного возлюбленного в фильме «К новым берегам». На премьере актрису вызывали на бис не меньше 50 раз. Толпы людей сопровождали ее открытый лимузин на улицах Берлина. Восемь мужчин во фраках и 20 полицейских составляли кортеж. Площади перед кинотеатрами освещались прожекторами, как стадионы. Цара Леандр не обладала идеальной фигурой и появлялась на публике только в платьях, специально сшитых костюмерами киностудии. Гримеры всегда были рядом и следили за четкой линией бровей. Слегка удивленный и загадочный взгляд в никуда при Мадонне не было необходимости играть. Она была близорука. Все остальное было делом рекламной службы киностудии Уфа. Однажды Геббельс спросил у нее, что означает имя Цара. Его можно прочитать и как Сара. Можно, ответил Леандр, но и Йозеф можно произнести как Иосиф. Геббельс шутку оценил. Геббельс был чрезвычайно интересным мужчиной. Обладал большим чувством юмора и все понимал. Чем он еще занимался, не мое дело. Во всех картинах Цара Леандр играла саму себя. Это была излюбленная амплуа актрисы, за которую ее даже критиковали. Цара не работала над образом, она просто пела и носила красивое платье. За продление контракта после начала войны Цара Леандр получила в подарок от Геббельса возможность купить имение в 59 гектаров с водоемными полями и лесами, замок из 39 комнат, а также личное расположение рейхсминистра, который заглядывал в имение поболтать о Швеции. Цара охотно беседовала с Геббельсом и относилась ко всему легко. Она называла себя политической идиоткой и утверждала, что не может поменять политический цвет, потому что его у нее никогда не было. Но политический цвет был у студии Уфа. Универзум фильм «Акционерное общество» было основано в декабре 1917 года немецким министерством обороны и тогда же сформулировало свои задачи создание конкуренции иностранному кино и ведение кинопропаганды. Под Берлином в Бабельсберге была построена самая большая киностудия в Европе. Уфа имела только одного конкурента – Голливуд. В 1934-м правительство Германии ввело предварительную цензуру фильмов. С 1936-го запретило кинокритику и ввело абсолютный госконтроль над киноиндустрией. С 1933 по 1945 годы Уфа выпустила 1363 полнометражных художественных фильма. Только 150 из них можно назвать пропагандистскими. В развлекательном немецком кино никто не кричал «Хайль Гитлер», а только говорил «Добрый вечер». Портрет фюрера ни в коем случае не должен был появляться в кадре. И все же студия Уфа выполнила свою изначальную задачу. Это была новая геббельсовская версия кинопропаганды. И тут как нельзя кстати появилась Марика Рёк. Единственная иностранная актриса, которая идеально соответствовала немецкому стандарту красоты. Ее звонкий высокий голос создавал иллюзию вечной радости жизни. И даже рациональные прижимистые немцы ходили смотреть фильмы с ней по 10 раз. Ее настоящее имя – Мария Илона Каролина Керрер. С 11 лет начала выступать в мюзиклах Будапешта, Лондона, Парижа, Вены и Нью-Йорка. В 17 дебютировала в кино в английской музыкальной комедии знаменитого комика и режиссера Бэнкса. И уже хотела возвращаться в Нью-Йорк, как получила заманчивое предложение из Германии. И решила – лучше первой бить чечетку в Европе, чем задирать ножки в третьем ряду кардебалета в Америке. Ее венгерское происхождение и факт рождения в Египте не помешали этому. В 35-м году Рёк подписала контракт и приехала в Берлин. Мария Карёк с первого фильма завоевала немецкую публику. Она зажигательно танцевала, игриво подмигивала и пела с приятным, чуть заметным акцентом о любви. Идеальное сочетание для создания радостного настроения и оптимизма у жителей Великой Германии. «Я всегда пускала в ход сильнодействующие средства и словно дрессировщица подчиняла публику необузданным темпераментам и вулканической жестикуляции». В 38-м году на съемочной площадке киностудии Уфа в Бабельсберге Мария Карёк встретилась с другой примадонной, царой Леандр. Они играли в фильме, посвященном столетию со дня рождения Чайковского. Фильм назывался «Средь шумного балла». Он вышел на экраны ровно за неделю до поездки министра иностранных дел Германии Риббентропа в Москву для подписания пакта о ненападении. Фильм имел большой прогнозируемый успех. А спустя еще неделю Гитлер начал Вторую мировую войну. Трагедия эта становится только для Лиды Бааровой. Из оккупированной Чехословакии она с сестрой бежит в Италию в надежде получить работу и кров. ПЕСНЯ И выходит замуж за режиссера этого фильма Георга Якуби. Кстати, тоже венгра по происхождению. Цара Леандр получает личные заверения Геббельса об увеличении гонораров в два раза и, забыв о своей апатичности, заявляет на одном из концертов, что события последнего времени упрочили ее чувства Куфа и немецким друзьям. Любая песня Цары того времени тут же становится хитом и звучит из всех радиоприемников и репродукторов, даже если фильм не имеет громкого успеха. Может ли любовь быть грехом? Та же тема, те же страдания, тоже неизменное обожание мужской аудитории. Теперь на фронте и даже в концлагерях через громкоговорители. И в Париже, куда Цар летит специально, чтобы раздавать автографы немецким солдатам. Правда, когда Гитлер начинает войну с Советским Союзом, Цара расстраивается, потому что фильм «Средь шумного бала» больше не идет в прокате. Музыка русского композитора Чайковского тоже под запретом, зато невероятно популярна ее песенка из этой картины. Только не надо плакать из-за любви. Музыка русского композитора Чайковского композитора Чайковского композитора Чайковского Союзом, А киностудия Уфа процветает. Немецкое кино показывают во всех странах Европы. Число самих немцев, посещающих кинозала, переваливает за миллиард. В 43-44 годах студия получает 175 миллионов чистой прибыли и большую часть отдает на вооружение. Производство фильмов не останавливается вплоть до самых последних дней войны. Но уже через неделю после капитуляции Германии, 16 мая 1945 года, Госкомитет обороны СССР издает постановление о вывозе из киностудии Уфа оборудования, аппаратуры и материалов. В Москву едет трофейное кино. Фильм «Сердце королевы» шел в советском прокате под названием «Путь на эшафот». Цара Леандр в роли Марии Стюарт была бесподобна. Пройдет 25 лет, и Иосиф Бродский посвятит ей свои санэты. В конце большой войны, не на живот, когда что было, жарили без сала. «Мари, я видел мальчикам, как Сара, Леандр, шла топ-топ на эшафот». После приема Гитлер прислал мне огромный букет алых роз. Однажды он пригласил меня покататься с ним на автомобиле. Затем наши отношения развивались очень быстро. Несколько раз я была в его апартаментах. Здесь он меня просил танцевать перед ним голой. Между нами было еще кое-что. Но об этом я рассказывать не буду. Между нами было еще кое-что. Между нами было еще кое-что. Между нами было еще кое-что. Когда Гебель сел за рояль, а играл он действительно проникновенно и страстно, он как будто преобразился. Встав, он вдруг заговорил о своей любви ко мне. Что любовь – это вопреки его воле, но что это самое прекрасное чувство, какое он когда-либо испытывал. Сила воли заменила мне нехватку денег. Я должна была пробиться. Я вырвалась из стойла и во весь дух пустилась вскачь, как молодая горячая лошадь. Она неловко двигается, ржет дико и грубо, но из-под копыт у нее вылетают искры, как звездная пыль. К сожалению, только пыль. Редактор субтитров А.Семкин